Продолжаем разговор. Фрезерный раскрою это быстрый способ получить плоские детали, простой или сложной формы, например, такие, такие или такие, и из этих плоских деталей позже мы можем создать трехмерные конструкции, например, такие или такие или такие, и это только примеры из фанеры, а фанеры мы на самом деле не ограничены. Фрезерный раскрою это использование как минимум трехосевой машины для решения, в общем-то, двухосевых задач. И здесь наш супер технологически гибкий, супер универсальный станок начинает конкурировать с во многом более простыми машинами, предназначенными исключительно для задач плоской резки. В задачах раскроя фрезерный станок может конкурировать с лазерной резкой, плазменной резкой, гидроабразивной резкой и, например, с проволочной электрорезионной обработкой. И более того, в такой конкурентной борьбе фрезерный станок почти всегда проиграет. Когда разумно и эффективно использовать именно фрезерный раскроя, это вопрос стоящих задач и доступных ресурсов. Если фрезерный станок это все, что у нас есть, то мы можем и поэтому будем использовать фрезерный станок для раскроя и фанеры, и акрила, и поликарбоната, и алюминиевых листов и даже стали. Но если у нас есть в доступе альтернативные инструменты, мы всегда будем держать их в голове. Начнем с простого, с фанерой. Если нам нужны детали толщиной до 6 мм, то прежде всего мы подумаем о лазерной резке на СО2 машине. Это проще, тише и быстрее, чем с помощью фрезы. Откажемся мы от лазера, если наши детали перестанут в него влезать, то есть если мы упыремся в ограничения размеров рабочей зоны. Ну или другой сценарий, если нам потребуется обрабатывать фанеру марки ФСФ, которая лазером пробивается очень-очень мучительно, а фрезеруются без проблем. Какой бы тонкой ни была фанера ФСФ, она отправляется на фрезер. Фанера марки ФК толще 6 мм, лазером режется тоже очень непросто и фреза становится предпочтительнее. Если там 8 мм или 10 мм на 100 ваттном лазере в принципе можно осилить, то например 40 мм для нормального лазера это что-то за пределами возможным. А для фрезерного раскроя легко. И да, фрезерный раскроя той же фанеры или любых других древесных плит интересен только тогда, когда нам нужно получать криволинейные детали, детали какой-то сложной формы. Потому что для прямых резов проще и быстрее использовать круглопильный станок. Если конечно он у нас есть. А он у нас есть. Полимеры. Акрил или органическое стекло или в простонародье полиметилметакрилат прекрасно режется лазером. Если толщина заготовки адекватна мощности источника, то туда ему и дорога. Листовой полиэтилен, или там например поликарбонат, лазером не режутся и им прямая дорога на фрезер. Металлические листы. У нас нет ни гидроабразива, ни плазмы, но есть двухкиловаттный оптоволоконный тербиевый лазер и он отлично справляется с металлическими листами толщиной от 0,5 до 6 мм. Причем и с рядовой сталью, и с конструкционной, и с нержавеющей, и с алюминиевыми сплавами, и даже с титановыми. Фрезерный раскроя металлического листа в принципе может дать нам лучшее качество на боковой поверхности, но лазер сделает все гораздо быстрее и проще. Если нам не нужна трех или хотя бы двух с половиной осевая обработка, то металлические листы мы потащим к лазеру. И кстати, если нам нужно вырезать деталь из очень тонкого металлического листа или даже фольги, то нам поможет вот этот лазер. Композиционный материал, стеклопластик, например, лазер его не берет, гидроабразива у нас нет, неохотно, но несем его на фрезер. В общем, материалы для фрезерного раскроя это материалы, обработка которых с помощью альтернативных методов невозможно или нецелесообразно. Толстая фанера это очень подходящий материал для фрезерного раскроя, и давайте с нее и начнем. Начнем с простого, сделаем для столярной мастерской навесную полку для хранения шлифовальных кругов диаметром 150 миллиметров. И несмотря на то, что сегодня мы будем использовать плоский раскрой, начнем мы с 3D-моделей, хотя это совершенно не обязательно. Вообще, цифровое производство было, есть и остается совокупностью трех китов. CAD, CAM и CNC. В CAD-системе мы создаем модели наших будущих объектов, потом в CAM-системе, опираясь на геометрию этих самых CAD-моделей, мы создаем управляющую программу, понятную для CNC-контроллера той или иной умной цифровой машины, в нашем случае фрезерного станка. И вот CAD-система может быть какой угодно. Лучший CAD-инструмент, это инструмент, который вам известен, который вы знаете, который вы понимаете. Я набросал модель полки в SolidWorks, и она достаточно проста, то есть состоит всего из двух видов деталей. Боковин, ну и собственно полочек. Полочки вставляются в боковины, для чего на полках есть шипы, а в боковинах пазы. В боковинах предусмотрена выемка для крепления к стене через косую планку, также известную под названием French Clit. Модель построена для изготовления из фанеры толщиной 12 мм. И тут мы вспоминаем о важнейшей особенности фрезерного раскроя, о том, что мы работаем круглым инструментом, не позволяющим нам получать внутренние углы без скруглений. Соответственно, мы не можем вырезать прямоугольные пазы в боковинах для шипов на наших полках. То есть попытка обработать прямоугольный внутренний контур приведет к тому, что мы получим отверстие со скруглениями по углам. И вставить в такой паз ответную часть с прямоугольным сечением задача нетривиальная. Мы можем после фрезы доработать деталь вручную или заранее предусмотреть эту особенность фрезерного раскроя на этапе проектирования, добавив к углам нашего паза дополнительные карманы. Я предпочитаю добавлять окружности диаметром чуть большим, чем диаметр фрезы. Карман может быть вынесен на длинную часть паза или на короткую. Обычно это вопрос эстетики. И самый, на мой взгляд, элегантный способ построения кармана – это расположить нашу окружность по оси угла. Теперь наши полки вставляются в боковины и в виртуальной сборке и будут вставляться, превратившись в реальные детали. Для фрезерного раскроя нам не нужны объемные модели, поэтому мы готовим плоский чертеж, размещая в нем проекции всех деталей в масштабе один к одному. В этом чертеже нам не нужны осевые линии, размеры или какие-то условные обозначения. Все, что нам нужно – это контуры будущих деталей. И мы экспортируем чертеж в понятный всем CAM-программам формат, например, DWG. Следующий этап – это работа в CAM-системе. И для решения задач плоского раскроя мы вполне себе можем использовать пусть и архаичный, но простой, понятный и предсказуемый ART CAM. Создаем новую модель и тут хорошая практика создавать модель по размерам реальной заготовки. Стандартный размер листа фанеры FSF 1220x2440 мм, но у нас уже подготовлен обрезок 1220 на 600 мм и с ним мы будем работать. При создании новой модели можно сразу указать начало координаты. Вот левый нижний угол, который здесь отмечен по умолчанию, нам идеально подходит. Импортируем CAD-модель. Формат DWG не содержит информацию о размерности моделей и ART CAM уточняет, в каких единицах измерения ему интерпретировать файл. И в нашем случае это миллиметры. И еще важно, чтобы была отмечена галочкой опция автоматического соединения узлов, потому что иначе наши контуры будут представлять собой набор отдельных отрезков, дуг, сплайнов. Полка наша представляет собой простой замкнутый контур, а вот боковина это совокупность замкнутых контуров, вложенных в другой замкнутый контур. И тут хорошая практика сразу сгруппировать все векторы, относящиеся к одной детали. На нашей заготовке боковина может поместиться только в горизонтальном положении, соответственно нам ее необходимо развернуть. Когда мы работаем с фанерой, полезно обращать внимание на направление волокон на внешних сторонах нашей заготовки. Вот на той заготовке, что у нас подготовлено, волокна направлены вдоль длинной стороны листа. Даже если бы половинка вот эта боковинка вписывалась бы по высоте, я все равно повернул бы ее в горизонтальное положение. Как минимум с эстетической точки зрения правильнее ориентировать продолговатую деталь вдоль волокон нашей заготовки. Боковин у нас две и хорошая идея вторую из боковин представить в виде зеркального отображения первой. Это даст нам возможность для каждой из деталей выбрать в качестве лицевой стороны лучшую сторону. В фанерной заготовке всегда есть две стороны, как правило одна из них лучше, вторая хуже. И кроме того, если фанера наша окажется изогнутой, то две боковины после сборки будут уравновешивать друг друга. Полок нам нужно шесть и мы можем увеличить их количество простым копипастом. А теперь наша задача рационально разложить все детали по нашей заготовке и мы можем это сделать вручную, а можем делегировать эту задачу в арткам. Функция нестинг или компоновка векторов сделает раскладку, опираясь на заданные нами условия. С одной стороны, мы стремимся сохранить как можно больше материала, а с другой стороны, нам важно обеспечить надежное крепление материала к столу фрезного станка. И мы тут будем опираться на силу вакуумного прижима и магию компрессионной фрезы, и поэтому лучше сильно не жадничать и использовать зазоры между деталями, например, в 30 миллиметров. Получается, в принципе, вполне подходящая раскладка. Мы вписали существующую заготовку и у нас остался хороший прямоугольник чистого материала, который мы можем сохранить для будущих проектов. Теперь задаем заготовку. Выбираем толщину материала 12 миллиметров и задаем ноль по нижнему краю заготовки или по поверхности стола нашего фрезного станка. И это позволит нам гарантированно прорезать заготовку насквозь при любых колебаниях ее толщины. Выбираем все наши контуры и создаем новую траекторию, обработку по контуру. Операция применяется к выбранным контурам, и у нас есть три варианта построения траектории. Вдоль, внутри и снаружи. Вариант вдоль пустит нашу фрезу строго по имеющемуся контуру, но это не то, что нам нужно сегодня. Варианты внутри и снаружи приведут к появлению траектории эквидистантной по отношению к существующему контуру. Траекторию сместится внутрь или наружу от нашего контура на величину, равную половине диаметра назначенного режущего инструмента, то есть на величину радиуса нашей фрезы. Если нам нужно вырезать отверстие в уже существующие детали, то нам нужно выбрать вариант внутри. Но если нам нужно вырезать новые детали из листовой заготовки, а это как раз наш сценарий, то нам нужно выбрать снаружи. Дальше мы назначаем глубину обработки и по умолчанию здесь оказывается толщина нашей заготовки. Это нам подходит. Мы будем резать на всю глубину, на 12 миллиметров. Дальше нам необходимо выбрать инструмент, с помощью которого мы будем вести обработку. В открывающейся библиотеке выбираем 6-миллиметровую концевую фрезу Endmill. Я, кстати, очень не люблю термин Endmill или концевая фреза, потому что я, например, совершенно не понимаю, что этот термин означает в 21 веке. Вот для меня это цилиндрическая фреза или фреза с плоским торцем. Очень важно, диаметр фрезы, выбранный в кам, должен совпадать с диаметром реальной фрезы, которую мы собираемся использовать на станке. И для станка с автоматической сменой инструмента огромное значение имеет номер инструмента. В нашем магазине компрессионная фреза шестерка находится на позиции номер 2 и соответствующим образом мы меняем этот параметр. И корректируем остальные дефолтные параметры инструмента. Вообще, выбор режимов обработки достоин отдельного разговора, который у нас обязательно состоится. Пока же просто поставим адекватные цифры. Рабочая подача фидрейт 70 миллиметров в секунду. Это достаточно быстро. Обороты шпинделя для фрезы с единственным зубом, с которой мы будем работать, стоит увеличить до 18 тысяч. Шаг по Z. Вот здесь нас ждут самые радикальные изменения. Вместо 2,5 миллиметров ставим 12. То есть мы будем резать на полную глубину, на всю толщину материала за один единственный пароход. Мощность шпинделя и жесткость станка нам это позволяет. Если бы мы работали на каком-то маленьком маломощном станке, то пришлось бы фанерный лист прогрызать за несколько мелких пароходов. Очень важный параметр это направление резания, climb или conventional, или попутное, или встречное. И это тоже отдельная тема. А пока оставляем дефолтное значение climb или попутное. Подводы и отводы нам сейчас не актуальны, а вот ремпинг или наклонное врезание мы активируем. И если эта опция не отмечена, то фреза входит в материал строго по оси вращения шпинделя сразу на глубину прохода по Z. То есть в нашем случае на всю толщину материала. И у нашей компрессионной фрезы, в общем-то, есть режущая кромка на торце. И она, что очень важно, перекрывает ось вращения фрезы. Так что в принципе мы можем заходить ей в материал таким аксиальным образом, но лучше этого не делать. Ибо в этот момент становится очень-очень горячо. При осевом заглублении компрессионной фрезы или фрезы downcut стружке просто некуда деваться и из-за трения фреза очень-очень сильно нагревается. Рампинг или наклонное врезание опускают фрезу с одновременным ее движением в горизонтальном направлении. Таким образом у стружки появляется путь для отступления и фрезе становится легче. Рампинг это просто обязательное условие для заглубления фрез без режущих кромок в осевой части. Ну и как минимум это полезная опция для всех остальных фрез. И пожалуй последнее, что нужно проверить, это плоскость безопасности. Это высота, на которую будет подниматься наш фрезал после завершения очередного контура. Это высота, по которой будут проходить все быстрые холостые перемещения. 60 миллиметров это более чем достаточно. Нажимаем на вычислить сейчас и у нас появляется наша первая траектория. Обратите внимание, Artcam правильно проинтерпретировала вложенные контуры. В отверстиях траектория фрезы сместилась внутрь, а от внешнего контура она сместилась наружу. Мы можем посмотреть нашу траекторию в 3D. Видим фреза выходит на безопасную плоскость для холостых перемещений. Тут видим наклонное врезание. Ну и в общем-то все выглядит так как и должно быть. Теперь нам нужно сохранить управляющую программу для станка. И тут важно выбрать правильный формат программы. И здесь мы выбираем постпроцессор для нашего конкретного станка. Вообще все станки с ЧПУ говорят примерно на одном и том же языке. Такой общий эсперанто, язык G и M кодов. Но у разных станков и разных контроллеров отличаются диалекты. И между CAM системой и конкретным CNC у нас должен поработать такой переводчик, постпроцессор. После постпроцессора мы получаем файл, который сможет прочитать станок и который в общем-то можем прочитать и мы с вами, потому что это простой текст. И вы не поверите, но мы сохраняем файл на флешку и идем к станку. Но станок мы включим в следующий раз.